С сегодняшнего дня ночью будет становиться короче, но поможет ли это пролить свет на настроение участников рынка? Со мной на связи Алан МакКуэйт. Вы смотрите последний в этом году выпуск программы «Прогноз на неделю». Алан, сегодня утром мы получили данные о том, что Китай может предложить помощь России для преодоления экономического кризиса. Как вы считаете, это поможет улучшить текущую ситуацию? Я думаю, что это поможет отсрочить усиление кризиса в краткосрочной перспективе. Очевидно, что Китай и Россия имеют тесные дипломатические и экономические связи, в основном в энергетической сфере. И все, что может помочь России, это положительный момент для ее экономики. А Китай, как мы знаем, вторая крупнейшая экономика в мире, и этим не стоит пренебрегать. Тем не менее, у Китая есть свои собственные проблемы. И для участников рынка главный вопрос в том, стабилизируется ли цена на нефть в будущем, или они уже сейчас стабилизировались. Стоимость нефти сорта Brent снова превысила отметку в 60 долларов за баррель. И это ободряет, учитывая, что на прошлой неделе цена на нефть упала ниже отметки в 60 долларов. Но, на мой взгляд, на этом рынке еще есть существенные проблемы. На данный момент участники рынка не совсем уверены, насколько может восстановиться стоимость нефти в следующем году. Саудовская Аравия не хочет идти на уступки. ОПЕК планирует проводить следующие заседания не ранее, чем в начале июня. Потому на рынке нефти вполне могут присутствовать повышенные объемы предложения еще на протяжении какого-то времени. Если случится именно так, и цены на нефть по-прежнему будут пребывать под давлением, очевидно, что это окажет негативное влияние и на экономику России. Курс евро, вероятно, по-прежнему будет находиться под давлением, так как спекулянты учитывают возможность внедрения программы КС в ходе январьского создания ЕЦБ, поскольку курс доллара все так же двигается на север. Что вы думаете об этом, Аллен? Я полагаю, что большинство участников рынка рассчитывает на предварительное объявление или полномасштабное внедрение программы КС в Европе в начале следующего года. Интересный момент в том, что на прошлой неделе Центральный банк Швейцарии объявил о внедрении отрицательных ставок по депозитам с 22 января. Это очень интересное совпадение, если это вообще совпадение, поскольку именно в этот день пройдет первое заседание ЕЦБ в 2015 году. На мой взгляд, в начале следующего года мы увидим своеобразную программу КС в Европе. Теоретически, она должна способствовать дальнейшему понижению курса евро. На данный момент большинство трейдеров открывают длинные позиции по американскому доллару. И, возможно, вскоре накопится слишком много одинаковых позиций. Но я полагаю, что с точки зрения фундаментальных экономических показателей, курс евро будет понижаться. И, на мой взгляд, курс пары евро-доллар опустится ниже отметки 1,20 в начале 2015 года. Декабрь стал месяцем внеочередных выборов. Эта тенденция затронула Швецию, Японию и Грецию. На какие еще события стоит собрать внимание нашим телезрителям в праздничный период? На мой взгляд, стоит присмотреться к Греции. Как вы верно отметили, завтра там должны пройти в неочередные выборы. Самарас выдвинул несколько предложений парламентариям для того, чтобы заполучить дополнительные голоса в ходе его утверждения на посту президента. И это, конечно, усилило его позиции в борьбе против радикальной оппозиционной партии Сариза. Лично я считаю, что завтра ему будет нелегко продвигать свою кандидатуру. Поэтому, внимание, стоит уделить финальному раунду выборов, который пройдет 29 декабря. Мне кажется, что в итоге Греция захочет избежать начала политического кризиса. Таким образом, можно будет отложить решение политических проблем на какое-то время. Конечно, радикальная партия Сариза сейчас пользуется популярностью в Греции. Подобные тенденции заметны и в других странах. Это партии Подемос в Испании или партия Синфейн в Ирландии. Возможно, деятельность этих оппозиционных партий и станет ключевым моментом для рынка в следующем году. Внутренняя политика, а не только геополитические риски, в этих периферийных странах может быть на самом деле более интересным и решающим фактором для движения цен на рынке, чем фундаментальные экономические показатели. Алан, спасибо за ваши комментарии. Было приятно пообщаться с вами. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ на праздничный период. Всего доброго.